у нас да у меня новая стрижка давайте я записываю это не прямой эфир я пытаюсь понять у нас будет деловой деловой я пока решу у нас карточка личного приема у нас есть можно и с ней ознакомиться первый раз жизни чтоб что-то у нас сидят у нас энергосервис договор финансовый отчет на 30 мин так отметка об исполнении где тут мне потом расписаться есть тут место но потом когда вы запишите все вопросы нет нет это в конце я должен завизировать а вы кто а это вот вы не отвечали можете представить я смотрю у нас пустой стол у нас будет там у вас я пока с камерой если не будет никакого толку значит если бы толк я ее выключайся не будет толку значит да можно я еще контрольный вопрос полномочия ваши подтвердить вы можете или нет кто вы что да приказ какой-то ну чтоб я понял кто вы что какие у вас полномочия то что я вас знаю как зама например да то первый зам был потом по экономической части сейчас вы да ну где могу удостовериться с приказом но вы должны быть на личном приеме вы должны вообще подтвердить свои полномочия вы сейчас серьезно нет я сейчас ну кто вы мотиву правом акте это прописано я у вас прошу представиться вот например законе о полиции они должны представиться чтобы они могли какие-то действия делать да то же самое и вы кто вы что вот я прихожу чего директора жилищника это государственная организация либо это юрлицо это у вас название такой государственная бюджетная а на самом деле не наверное у меня есть у меня здесь есть выписка все но вы не юрлицо вы юрлицо или нет я да у меня здесь написано что вы юрлицо ты сейчас дмитрий асадович вы сейчас и физлицо до физлицо дмитрий правильно я директор до юрлицо хорошо есть какое-то подтверждение что ты представитель юрлица до любое ознакомиться в бумажном виде да с печатью ну то есть опять без без полномочий да не меня ну ладно я то могу представить вот вы как представитель неизвестно чего потому что у вас может быть там потом скажите у меня рабочий день закончился и я был как физлицо и ответственность ну сколько у нас было с вами дмитрий асадович личных приемов результат очень маленький очень да и результат где вот мы опять по тем же самым вопросом встречаемся ну да давайте ну во-первых меня интересует значит вы опираетесь на то что у вас договоре указано что вы имеете право осуществлять и многосервисные работы но вы должны осуществлять вы должны осуществлять после общего собрания после коммерческое предложение жителям согласны не согласны потому что судя по вашим финансовым отчетам например дом нойка при боя 4 1 тратил за восемнадцатый год или за семнадцать сейчас не помню 3000 рублей вы у них хотите сэкономить электроэнергии на 200 тысяч за 6 лет как вы пришли к такому выводу люди тратят на энергию на и за электричество да у них только лампочки это пятиэтажка там нет лифтов у них по финансовой отчетности 3000 рублей до базовый год у вас восемнадцатый вот посмотрите какой какой там расход на электроэнергию почему вы экономите больше чем расходу жители вам дали собственники права изъять их имущество светильники установить чужое оборудование потому что согласно договору энергосервисному вами между вами и ростелекомом это оборудование это оборудование строительство подождите я вам сейчас говорю договор который вы подписали и там написано что это оборудование в собственности ростелекома которые потом придадут непонятно на каком основании опять жителям как значит общее имущество опять же без собрать без общее собрание собственников значит судя по финансовой отчетности в нойка прибоя 42 это оборудование было закуплено за счет средств жителей о чем есть финансовый то есть письмо из жилищника было закуплено у нас есть официальные ответы жилищника да но в финансовой отчетности ну и как любой 42 есть графа иное где прописано вы сказали что вы не придете на то есть